Телекомпания НТВ представляет К трехсотлетию основания Российской империи К трехсотлетию основания Санкт-Петербурга Империя могла ведь кончиться и на одном императоре, первом и последнем Мол, исключительное государство держалось на воле исключительного повелителя Вот и все Будто нарочно, первые годы после Петра, проверка на прочность Династическая лихорадка, недолго на троне вдова Петра Екатерина Потом недолго внук Петр Второй Потом куда более стабильный женский век Его начинают 10 лет племянницы Петра Анны И 20 лет дочери Петра Елизаветы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про нее вспомнили почти случайно А вспомнив, обрадовались Мол, она слывет неумной, неамбициозной Легко подчиниться чужой воле Анна Иоанновна Дочь сводного старшего брата Петра, царя Ивана Овдовевшая герцогиня Курляндии Этому крохотному балтийскому владению Вдруг выпадает жребий сыграть особую роль в русской истории Даже в маленькой Латвии большая часть Тогдашняя Лифляндия со столицей Ригой А Курляндия – это меньшая часть со столицей Митавой Курляндская столица Митава – это нынешняя Елгава Город, известный нам по заводу РАФ Ну, советские микроавтобусы Есть еще два порта – Либава и Виндава Нынешние Лиепая и Венскуф Вообще-то Курляндия – это вассал Польши Но из-за этих двух портов за маленькое герцогство Бьются Пруссия и Россия Поэтому-то Петр и выдал сюда племянницу замуж А герцог Курлянский, муж Анны, он вскоре умер Она осталась единственной правительницей Ну и сидела тут 20 лет стерегла Два порта для Российской империи Призвавшие Анну на царство члены Верховного Тайного Совета Предъявили свои условия – список ограничений власти будущей императрицы Анна поначалу вроде бы согласилась А потом попросту порвала подписанную бумагу Среди ограничений значилось – не привозить в Россию Берона Теперь курлянский фаворит Анны приезжает, чтобы стать самым мрачным историческим персонажем Даже более известным, чем сама императрица Анна Бероновщина – символ засилья временщиков иностранцев Которые из России все соки повыпили Ломоносов о Бероне в стихах Проклята гордость, злоба, дерзость В чудовище одно слились Берон – ближайший к Анне деятель Вдова императрицы, по сути, живет в семье Берона Поговаривают, что она мать его младшего сына Стремясь как-то оправдать присутствие фаворита при Петербургском дворе Анна добивается, чтобы к Берону перешел оставленный ею курлянский трон Мол, он же герцог – глава соседнего дружественного государства И оттого с императрицей на равных Берон по-прежнему ни на день не покидает Россию Однако на своей малой родине с размахом начинают строить сразу два дворца Вот монограмма Э.И. Эрнст и Аган Здесь в Рундале летняя резиденция, в Митаве столичный дворец В этом дворце, в самом роскошном здании на территории Латвии Теперь проводят официальные церемонии Например, инаугурацию президента Латвии А тогда это была главная ударная стройка Российской империи Сюда согнали всех до единого каменщиков Петербурга И возведением двух дворцов для одного отсутствующего правителя руководил расстрель Как не спешили, дворцы не были закончены Когда Анна Иоанновна умерла и Берона сослали в Сибирь Пережив Анну, Берон переживет и Елизавету И сибирскую ссылку, и еще 20 с лишним лет ссылки в Ярославле И вернется в Курляндию при Екатерине II Впервые приехав сюда, наконец-то, Берон обнаружит здесь голые стены Даже паркет из дворцов был вывезен в Россию Берон восстановит роскошную отделку И еще 9 лет будет править Курляндией Вот у этой стены стоял герцогский трон Здесь Берона проклинают как ставленника России А в России как воплощение той самой Бероновщины Хотя после него иностранцев по власти империи будет, ну, никак не меньше Берон – каналья-курляндец Демон нашего 18 века Но это его демонизировали Анна Иоанновна побаивалась русских дворян Те же пытались лишить ее самодержавной власти И подчас более верными оказывались иноземцы Они-то знали, что всем обязана императрица И что если ее не будет, то и с ними тут же расправиться Пушкин о Бероне Он имел несчастье быть немцем На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени Впрочем, он имел великие таланты Могущественный фаворит Берон слыл страстным лошадникам И он действительно был знатоком и любителем Он приохотил к своему увлечению императрицу Анну Иоанновну Несмотря на ее тучность Именно ужасный Эрнст Иоганн Берон Фактически основатель русского коневодства После Северной войны конное хозяйство совершенно расстроено Даже в придворных конюшнях лошадей не хватает Во времена, когда весь транспорт гужевой Когда мощность любых механизмов Это буквально лошадиные силы А вся мобильная армия – это кавалерия Кони и коневодство – важнейший стратегический фактор А не просто там барская забава, как можно подумать сегодня В 18 веке кони и коневодство – это то, что ныне Все автомобилестроение Вся авиация и гражданские военные самолеты Локомотивы для железных дорог Для вооруженных сил – танки, БТРы, БМП, тягачи для пушек Это спорт И не только нынешние велосипеды Для дворянства – это вообще единственная физическая нагрузка Единственные тренажеры Это машиностроение для сельского хозяйства Комбайны и трактора Вот шесть пунктов И кони – каждый пункт этого списка И все пункты вместе взяты Из указа Анны Иоанновны, 1732 год Чтобы без покупки чужестранных лошадей Своими добрыми лошадьми удовольствовать Но и поправив конное дело Воюют при Анне крайне неудачно Враждует с Польшей Возводя на варшавский трон Саксонского курфюрста Редкой силы пример Бессмысленной внешней политики Никак не связаны с задачами страны Русские сажают саксонца На шею украинцам и белорусам Чтоб стать, наконец, черноморской державой Положили уйму солдаты Потратили миллионы рублей На новую войну с Турцией После всех потерь и побед Потребовали себе земли От Кубани до Дуная Включая Крым Но удовольствовались лишь Возвращением Азова И то при условии срыть все укрепления При отсутствии своих Анна увековечивает победы Одержанные великим дядей Петром По Петровскому плану Монументальной пропаганды Фонтаны означают торжество победы Тогдашний день победы Это 27 июня Полтавская битва Это еще и день Святого Самсония И самая знаменитая фонтанная скульптура Самсон, разрывающий пасть льва Подразумевает разгром шведов Подвиг библейского святоча Вообще пришелся очень кстати Поскольку золотой лев На королевском гербе Швеции Самсона Анна ставит в Петергофе К 25-летию Полтавы Аллею фонтанов протягивают до моря И пускают новый каскад Здесь нет ни одного насоса На холмах В 20 верстах от Петергофа Бьют сильные ропшинские ключи Оттуда еще при Петре Прокопали первый водовод Строи фонтанов взлетают Благодаря перепадам высот Принцип сообщающихся сосудов С 18 века по 21 в сущности Ничего не менялось При Анне Иоанновне Петергоф людный Едва ли не как сейчас при туристах Он потом перестанет быть Официальной резиденцией Но эти 20 дворцов и павильонов 7 парков А в них сотни фонтанов Останутся любимой Ближней дачей дома Романовых Потомство однако числит за Анной Иоанновной Не этот самый нарядный пригород Известный миллионам людей А другое уникальное сооружение В натуре никем не виданное Ледяные горы, ледяные снежные крепости Давно строили каждую зиму Но в 1740 году затевают особую Императрицину потеху Ледяной дом обессмертит Одноименный роман писателя Ложечникова В нем смешаны были-небылицы Но есть по-немецки точные Описание академика Георга Крафта Надзиравшего за работами Восстанавливать ледяной дом С использованием современных технологий Это в чем-то проще А в чем-то и сложнее Прежде всего В любом случае Заготовка специфического строительного материала Ледяных плит Из которых потом складываются стены Лучше использовать природный лед Живой Замерзший в водоеме Потому что лед из водопроводной воды Он получается такой белесый А живой лед Он прозрачный И после обработки С таким немножко синеватым оттенком Зима 1740 года Была самой суровой В 18 веке 30-ти градусные морозы Стояли до середины марта Сейчас, конечно, работают бензопилой А тогда у мужиков в 1740 году На Неве были двуручные пилы Сделанные таким вот образом Только работаешь, конечно, с одной стороны Но все равно, пусть медленно Получались такие же геометрически правильные ледяные кубы Ледяной дом строили как дворец фиктивного бракосочетания У Анны Иоанновны была особо близкая приживалка Авдотья Немолодая и некрасивая калмычка Получившая фамилию по любимому блюду императрицы Буженинова Авдотья хотелось замуж Государня пообещала сыскать ей жениха И выбрала 50-летнего князя Михаила Голицына Разжалованного в шуты из-за тайного венчания с католичкой Дворянин сдатнейшего рода Князь подавал государыне квас И звался Голицын Квасник Мысль женить шута на шутихе Привела императрицу в восторг И денег на свадьбу не пожалели Ледяной дом был настоящим домом Две с половиной сажений в ширину Восемь сажений в длину Это стало быть по-нашему почти пять с половиной метров на семнадцать А высота стен была даже больше, чем ширина Три сажений, шесть метров с лишним Вот только крышу теперь делать боязно Крепкие морозы редкость А лед материал очень тяжелый Замечательная технология Гладить ледяные стены раскаленным утюгом Вот ставим на максимум на лен Стены получаются как полированные А самое главное прозрачные насквозь Тогда, конечно, утюги были угольные И быстро стыли Но и электрические стены, наверное, приходится пережидать После того, как пару раз приложишь Вокруг стояли ледяные деревья И была даже ледяная баня, в которой умудрялись париться Красят лед гуашью Вот восьмерка будущих ледяных карт Тот ледяной дворец, он был весь тонирован под мрамор Но как у реалии современники выглядел, гораздо прелестней Гуашь, она проходит сквозь лед И выкрашенную гуашью даже огромные ледяные плиты Кажутся цветными насквозь Оставаясь при этом такими волшебно прозрачными Гостями на потешную свадьбу Свозят по два представителя от каждого племени Населяющего Российскую империю И народцев впервые собрали в Петербурге Живая этнографическая выставка Такой фонтан дружбы народов Свадебное шествие возглавляют молодые Они едут в клетке, стоящей на спине слона Потом украинцы на валах Фины на пони Татары почему-то на свиньях Якута на собаках Калмыки на верблюдах Всего 150 пар из нацменьшинств Процессия направляется к ледяному дому Дива дивная начиналась еще перед ледяным домом Был огромный в натуральную величину Ледяной слон Он был огнедышащий У него из хобота били фонтаны сырой нефти Он еще трубил при этом Потому что внутри сидел трубач И были еще ледяные пушки Такие короткоствольные мортиры Но их по-настоящему заряжали И они по-настоящему стреляли Среди всей этой вакханалии Первый поэт тогдашней России Василий Тредьяковский Читает соответствующую оду В честь новобрачных Начало оды Тредьяковского Здравствуйте, женившись, дурак и дурка Еще жопа-то и фигурка Теперь-то время нам повеселиться Теперь-то всячески должно беситься Перед ледяным домом Были тоже огнедышащие Вельсины и рыбы А в самом ледяном доме Были ледяная гостиная И ледяная спальня И ледяная буфетная И вся мебель И вся утварь Были ледяные Только подкрашенные Под цвет настоящих предметов И на ледяной каминной доске Стояли ледяные часы И дрова в камине были ледяные И они тоже горели Потому что были намазаны Сырой нефтью После торжеств Молодоженов оставляют В ледяной спальне На ледяной кровати Под охраной стражи Которая только под утро Выпустит их чуть живыми Граф Панин Во всем этом деле Вижу я верх сумасбродства Позволительно ли Столь постыдным образом Унижать человечество И надсмехаться над ним В своем роде Ледяной дом останется Непревзойденным Ничего подобного Уже больше не будет Ни в России Ни тем паче в Европе Сказочное варварство Дикая потеха Будто специально В память будущим поколениям О временах тех Королей Дам и тузов Что так любили Эти курьезы Вроде все мраморное Поставлено на века А вот возьмешь Подержишь И нет Ничего Самая жестокая забава Самый роскошный праздник Российской империи Во времена Самой беспутной Нашей императрицы Ледяной дом Учудили напоследок Анна Иоанновна Скончалась Осенью того же года Анна Иоанновна Завещала престол Внучатому племяннику Грудному младенцу Иоанну Антоновичу После Берона Правительницей считалась Мать Иоанна Анна Леопольдовна Принцесса Брауншвейгская Устроенный Елизаветой Государственный переворот Выглядел Патриотическим Возрождением Как так Прямая наследница Петра Великого Прозебает А российская корона Досталась немцам Ночью Надев кирасу Елизавета Приезжает Слободу Преображенского Полка И призывает Гренадерскую роту Идти брать Зимний Аргумент У нее один Вы знаете Чья я дочь И действует Он безотказно 300 гвардейцев Выходят из казармы Перед этим Они ломают Все полковые Барабаны Если оставшиеся В казарме Солдаты И проснутся То они не смогут Поднять тревогу В память о той ночи Елизавета поставит Здесь Деревянную Преображенскую церковь Ее потом заменят На каменный Преображенский собор Елизавета давно Расположила к себе Гренадеров Она щедро их одаривала И была крестной Их детей Преображенцы Кумовья Возводят на престол Хуму Цесаревну В штурмовом отряде Ни одного офицера Командиром Сама Елизавета Доехав до начала Невского Заговорщики тут Бросают лошадей И дальше К дворцу Идут пешком Нынешний Зимний Его построит Сама Елизавета А тогдашний Зимний Стоял почти На том же месте Но перпендикулярно Фасадом К Адмиралтейству Гвардейцы Торопятся Пока охрана Не увидела Но Елизавета Не может идти быстро Длинное платье Множество нижних юбок И тогда преображенцы Подхватывают ее И на плечах Вносят во дворец Таков он Первый штурм Зимнего Переворот получился Быстрым Легким И бескровным За 20 лет Своего царствования Елизавета вообще Не привела в исполнение Ни одного Смертного приговора Елизавета С молоду Слала Первой красавицей Европы Крупная Статная Хоть и склонная К полноте С цветущим Круглым лицом Неутомимая В танцах И верховой езде В историю Она войдет Блистательный Елизавет Посредь Петербурга Это диковинно Разукрашенное здание Все в капризных завитках Чувственных изгибах Но его главные украшения Эти бесчисленные Статуи Вазы И кубки Они поставлены на крыши И их земли Даже нельзя толком рассмотреть Но это не важно Тот работал Дуэт великого художника Растрелли И почти неограниченные В средствах заказчицы Елизаветы Зимний дворец Шедевр русского барокко Самого пышного на свете Главный дворец России Елизавета и Растрелли Раз и навсегда Дали представление О том Что такое Царская роскошь Стиль Растрелли Назовут Елизаветинским Следующая эпоха Сочтет его Избыточным И тяжеловесным Вообще Отныне Красота Будет меняться Вместе с правителем Но это Итальянистое Роскошество Дальние потомки Оценят выше Чем ближайшие Наследники И Растрелли До сей поры Самый знаменитый Архитектор Отечества Петербургские белые ночи В которой многие Вообще не могут спать Вон Круглые сутки Небо светлое Сейчас второй час А Елизавета Никогда и не спала ночью Она спать ложилась На рассвете Поднималась в полдень И причудливая Сумасбродная Барокко Это ее стиль Ее образ жизни Хотя при этом Блестящем чувстве стиля И огромном вкусе К развлечениям И нарядам Елизавета Оставалась Русской царицей Совсем вздором Предрассудками Суевериями И целым штатом Чесальщиц Которые чесали Государыне Пятки Когда она Наконец Отходила Ко сну Сама Елизавета В зимнем пожить Чуть-чуть Не успела Как не торопила Расстрелий Побыстрее Закончить отделку Нет скульптурного Памятника Елизавете Только архитектурные Стоят в ее честь Прежде Все четыре слова Писались За главной буквой Главный флагшток Российской империи Профессор Ключевской О Елизавете Живая и веселая Не спускавшая глаз Самой себя Имелась в виду Едва ли не треть жизни Проведенная у зеркала Приготовление к выходу На публику Выбор наряда Переодевание Румяная щеголиха Оставит после себя гардероб Которого хватит На придворные праздники И спектакли Даже при Александре Первом То есть полвека спустя Платье 18 века Это не тряпочка на вешалке Это настоящее архитектурное сооружение А у Елизаветы Счет этим сооружением Шел на тысячи Топ-модельные параметры Сегодняшнего дня 90-60-90 Применимы лишь отчасти Возможно грудь 90 Возможно талия 60 Во все времена ценится Пышная грудь И узкая талия Объем бедер 90-е Оценить совершенно невозможно Мешают фижмы До полутора метров Вот этот каркас Самоузнаваемая часть Силуэта 18 века Но Елизавета обладала завидной фигурой А единственной для нее возможностью Продемонстрировать свои бедра И стройные ноги Было устроить маскарад Чтобы дамы в мужских костюмах А кавалеры в дамских И в лучшие свои годы Елизавета маскарады устраивала без конца К великому неудовольствию дам Большинство из которых Вовсе не выигрышно смотрелись В обтягивающих панталонах И к еще большему неудовольствию кавалеров Которые шагу не могли ступить В подобных платьях Это скромное зимнее домашнее платье Отменная прострочка Конечно ручная Единственное его украшение Ожило и коронационное платье Елизаветы А еще 4000 ее нарядов Погибло при пожаре Правление Елизаветы Это сущая деспотия Моды, заменившей жизнь Расположением на лице Вырезанных из черной тофты мушек Подавали знаки И объяснялись в любви Самые пышные в истории прически Сооружали в виде букетов Или кораблей Указы императрицы читаешь Как журналы мод Сезон весна-лето 1748 Из указа Елизаветы Петровны Дамам Обшлага Опушки И юбки зеленые По борту Тонкий позумент Кавалерам Обшлага маленькие Разрезные И воротники зеленые С выкладкой позумента Около петель Расстреливский дворец Которым Елизавета Успела насладиться Устраивая свои балы Царскосельский Золото на голубом Что может быть роскошнее Даже будка сторожа Возле дворца И та была позолоченной Гостей возили К дальнему входу Во дворец В конце здания Чтобы могли восхищенные Проехать вдоль всего фасада Екатерина II Потом будет вспоминать Про прихоти Расточительной Елизаветы Шесть раз Построенный было дворец Разрушали до основания И строили заново Прежде чем угодили заказчице На придворное торжество Таких, как в большом зале Царскосельского дворца И балетмейстер Ланде Утверждает, что Изящнее всего Минуэт танцует в Петербурге Семьсот свечей Отражаются в трехстах Зеркалах Сияют в тысячах И тысячах бриллиантов Дамы осыпают ими Прически и платья Мужчины ордена Пряжки и пуговицы И ювелир-бриллиантщик Позье утверждает Что нигде в мире Нет такого количества Бриллиантов Как в России Иеремия Позье Ювелир Каждое воскресенье Бывали прием и бал Нельзя вообразить Более величественного двора Редко бывало Менее трех тысяч гостей Из всей елизаветинской роскоши Царско-сельского дворца Широкой публике Конечно более всего Известная янтарная комната И даже не сама она А то что она была Потом ее похитили Потом обнаружили Маленький фрагмент А теперь должны Восстановить полностью И при таком обилии залов Больше всего прислуги Занято не дворцовыми помещениями А обеспечивают Как тогда говорили Стол Продукты Готовка Подача блюд Шеф-повар императрицы Фукс Первый в России Известный мастер гастрономии Прежде поваров Считали низшей челедью Елизавета и сама порой готовила Считается что на этой Плите в Петергофе А потом она вроде бы Служила и Екатерине С Елизаветы начинается Русское придворное И вообще дворянское Гурманство Оно потом конечно развивалось Усложнялось Утончалось На исток оттуда От этой плиты Рецепты французские Национальная кухня Оставлена для простолюдинов И провинциальных помещиков Обыкновение Петра Доводить гостей до бесчувствия Тоже забыто Никто больше не напивается На столе только европейские вина Дичь своя Рыба доставляют живой Из Астрахани Оттуда же овощи и фрукты Раки с Украины Устрицы везут через Кронштадт Паштеты каждый день свежие Отправляют в Петербург и Страсбург Рассадка именная Каждый занимает ему определенное место Колоссальные обеденные сервизы Поначалу заказывали за границей У нас Елизаветы начинается и русский фарфор Вот Императорский фарфоровый завод Нынешний завод имени Ломоносова Тосты частые За императрицу пьют стоя Летом за окнами гремят пушечные выстрелы В день кезаменинства государами 29 июня 1748 года Пушки салютовали 82 раза Парадный обед длится часов 7-8 Десятки перемен блюд Не менее 5 супов Образец кулинарной изощренности Уха из селедочных щек На которую требовалось Несколько тысяч сельдей Случаем в 18 веке именовали невероятную удачу Сердечный выбор императрицы Петр когда-то хотел выдать дочь за французского короля Сама Елизавета предпочла Людовику Малороссийского казака Старинное украинское село Чемер Козелецкого района Черниговской области Здесь началась самая изумительная пасторальная история на свете Темнеет Пастуху штата пригнал Кабы старую церковь не сломали Шла бы в ней сейчас служба Может даже певчие пели А теперь вон как все заросло В 1731 году Проезжал через Чемер Петербургский полковник Вошел в церковь И среди голосов звучащих с хоров Различил дивный тенор То заливался соловьем Алеша Розум Местный пастушок такой молоденький-молоденький Полковник отвез гарного парубка В Петербург Хлопца приняли в придворную капеллу Там его заметила цесаревна Елизавета Петровна Став императрицей Она осыпала своего любимца почестями и наградами Кавалер высшего ордена Андрея Первозванного Фельдмаршал Граф Алексей Григорьевич Разумовский 20 лет единственный фаворит Елизаветы А с 1742 года Тайный муж императрицы Полудоказанное венчание Елизаветы Еразумовского и полудоказанное Рождение у них детей Еще долго будут грозить Дому Романовых династическими скандалами Елизавета своего Олешу обожала до самозабвения И под видом богомолья в Киево-Печерской Лавре, как простая жинка Поехала знакомиться с родной мужа Украина привела государыню Совершенный Восток Елизавета об украинцах Возлюби меня, Боже, в царстве Твоем Как я люблю народ сей Благонравный и незлобивый При такой характеристике Алексей Разумовский Истинный сын своего народа Благодушный красавец, изрядный лентяй Он никогда не вмешивался в государственные дела За одним исключением Возвращение украинских привилегий Свято чтившая заветы отца Ради Разумовского Елизавета восстанавливает Ненавистное Петру после предательства Мазепы Гетманство Но отпустить от себя возлюбленного Гетманской булаве на окраине империи Это уже было высшей ее силой Городок Батурин в 150 верстах от Чернигова Столица украинского гетманства Здесь жил и последний глава самоуправления Малороссии Кирилл Разумовский Младший брат всесильного Алексея Разумовского Тоже фельдмаршал и тоже граф Кирилл Смолоду тоже был пастухом Потом 16 лет от роду Кирюшу, тайного девери ее величества То есть свояка царицы Отправляют учиться за границу В 22 года возводят гетманское звание Это его дворец Кирилл Разумовский по совместительству Еще служил президентом Академии наук России А потому хотел открыть здесь В Батурине первый украинский университет Но не успел Екатерина II, взойдя на престол Отменит гетманство на Украине окончательно Выученный в Германии и Франции Кирилл Разумовский по преданию Всю жизнь хранил рубаху и портки В которых когда-то пас валов Гетманом он добьется снятия таможен На границе Украины с Россией Президентом Академии наук Пробудет целых 50 лет И умудрится не нажить ученых врагов Вообще благодаря фамильной обходительности Для Разумовских не окажется фатальным Даже угасание чувств Елизаветы к Алексею Разумовский старший получил в виде отступного Аничков дворец и удалился Непреследуемый новым фаворитом Последняя любовь Елизаветы Ее ближайший помощник Иван Шувалов Создатель Академии художеств Первый куратор Московского университета Покровитель Ломоносова Михаил Ломоносов Может собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов Российская земля рождать В знаменитых строках одок Елизавете Патриотическое изменение образовательной программы При Петре учить своих за границей При Елизавете учить своих дома Московский университет носит имя Ломоносова Михаил Васильевич считается его основателем В общем, это советская выдумка Ломоносов принимал участие Он составлял учебные программы Основателем всегда числился Иван Шувалов Но ведь как было сказать, что НГУ создал царский вельможа? Не был Ломоносов гениальным первооткрывателем Он был первым русским ученым Первым русским профессором Однако за ним не числится приоритетов Перевернувших мировую науку Что совершенно не умаляет заслуг Ломоносова в другом Он был великим просветителем И в единственном лице Центром стратегических разработок Еще при Ане Иоанновне Крестьянство поставляет государству Великого мужа Физик и лирик из легендарного рыбного обоза Ломоносов шагает ходячей энциклопедией Русской мысли Пишет про атмосферу на Венере О стилях языка Об увеличении рождаемости И северном морском пути Для современников он стихотворец Певец нашей национальной самобытности Вроде бы вбирающий лучшие черты всех народов Без худших Ломоносов и основатель почвенничества Вы на что намекаете? На мою диссертацию о происхождении родств? Да, именно Помор академик любит выпить Публично дерется с коллегами-иностранцами Без шуваловского прикрытия Такой пропал бы Шувалов дает денег на первую химическую лабораторию Ломоносов увлекается мозаикой Получает стекло любых оттенков Складывает портреты И огромное панно Полтавская битва В академию художеств его избирают как мозаичника Пушкин о Ломоносове Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом С самого первого своего случая Не случившегося замужества с Людовиком XV Елизавета Франкофонка Начиная с нее у всех русских государей Французский язык второй родной Изгнав немцев Елизавета напустила в страну французов Но не во власть, а учителей, языка и танцев Художников и поваров Модельеров и ювелиров Как без гальского блеска Жил бы галантный век Русское дворянство переходит на французский И более с него не сойдет Со времен Елизаветы В русском дворянском языке Р плохо различима В русском народном, конечно, остается прежнее Ясное Р непредставимо же Картавое исполнение из-за острова на стреже В русском дворянском Картавость, если не норма То во всяком случае не дефект речи Видимо, так говорил Пушкин, для которого французский был первым родным языком С неясным Р говорил Толстой Который для первого издания «Войны и мира» Не стал писать переводы в своих огромных французских диалогах Набоков, пытаясь объяснить американцам Особенности своего дворянского произношения Видимо, единственный раз Картавости уподобил себя Ленину Конечно, для публики это самый известный пример Растиражированные исполнителями роли Ильича Все эти «Ахи важно», «Ахи скверно», «Наденька чайкуй покрепче» И еще песенки Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре» Это все та непрерывавшаяся традиция Да и сейчас в сословном диалекте потомков эмигрантов первой волны Нет-нет, да и проглянет свет погашей звезды по имени Елисанет Под покровительством Шувалова в 1750-х годах Издают журнал «Литературный хамелеон» О новостях французской культуры и на французском языке Правда, основоположница русского франкофонства Уже не до светской живости Как все писанные красавицы Елизавета мучительно переживает свое увядание И к 50 годам Возраст в 18 веке преклон И всего же Елизавета прожила 53 Подолгу не выходит из личных покоев Не желая появляться на людях Шувалов остается почти единственным докладчиком При том, что Россия Отступила в Семилетнюю войну Если честь по чести, Семилетняя война должна была бы называться Первой мировой Европейцы впервые воюют друг с другом по всему миру Англичане бьются в Америке за Канаду с французами За Флориду с испанцами К Англии перейдет Индия И Англия станет первой колониальной империей А передел Европы затевает поддерживаемая англичанами Пруссия Воинственный германец впервые ополчился Против всех своих соседей разом В Пруссии воюют Швеция, Франция, Австрия Блистает военный гений Самого выдающегося прусского короля Фридриха Второго Великого Он бьет и французов, и австрияков И захватывает Саксонию Уже тогда внешней политикой Первые лица государства любили заниматься лично От текущих дел увольте Безалаберная Елизавета Три года не могла подписать ответное письмо Французскому королю Глобальные заботы служат самоутверждению Такое членство в Большой Семерке Тем более, что у союзников России Делами тоже соправляют блестящие женщины Французская фаворитка Маркиза де Помпадур И австрийская государыня Мария Терезия Семилетняя война для России Это первая война нового типа Страна ввязывается в конфликт Который прямо ее не касается Но положение великой державы обязывает В Европе делят сферы влияния Территория стратегических интересов России Это Польша и Балтийское море С его богатыми гонзейскими городами С его военными и торговыми водными путями И важно, чтобы Пруссия здесь знала свое место С узумлением обнаружили, что грозно многочисленная русская армия существует лишь в рапортах Хороша только полурегулярная легкая кавалерия Казаки, калмыки, башкиры, татары Денег, разумеется, нет Правда, могут похвастать широтой стратегического замысла Инструкция канцлера Бестужева-Рюмина армии Чтоб такой вид казало, что все равно Прямо ли на Пруссию или влево через всю Польшу маршировать Войско учится в бою Елизавета сменила четырех командующих Те умудрялись отступать после одержанной победы И дважды брали восточную Пруссию Наконец, понукаемые более Петербургом, нежели собственной решимостью Захватывают Берлин По главной улице Берлина, Унтерден-Линден Туда-сюда разъезжают казаки, изумляя немцев своим видом Ни одна армия тогда не выглядела так Европа 18 века, она сплошь бритая, носит строгие мундиры А тут бородатые всадники в каких-то кафтанах и с длинными пиками со спиной Но казаки изумлены не меньше немцев Ведь русская армия впервые захватила западную столицу Ведут себя почти образцово, более всего боясь прослыть варварами Разоружая Берлин, русские взрывают пороховые и литейные заводы И берут все оружие из берлинских арсеналов Новые вражеские ружья раздают солдатам А свои старые, с теми, с которыми, собственно, и захватили прусскую столицу Русские просто побросались в Шпрее, в неширокую реку, на которой стоит Берлин Драматург Сумароков размечтался, как счастливо заживут немцы под русской короной В Берлине пробыли два дня, уйдя на третий Неспособность воспользоваться плодами побед останется хронической болезнью С тех пор же обидчивость на заграничное общественное мнение Грозясь и даже воюя, очень чувствительно относиться к суждениям о себе А еще в поверженном Берлине русские пытаются наказать немцев за выигранную теме информационную войну Здесь, в 1760 году, самая первая попытка, раз и навсегда покончить с клеветническими измышлениями О России западной прессе На Берлинской площади ставят виселицу А под нею складывают газеты, известные своей антирусской направленностью Газетную кипу под виселицей поджигают, такая вот казнь На площадь выводят авторов злопыхательских статей Хотели устроить публичную порпу, журналистов уже даже разделив Но в последний момент простили, как сказано, по просьбе всего города Проблема с того времени так и осталась нерешенной Взятие Берлина кульминацией компании не стало Третьим заходом корпус генерала Румянцева пытается шкурмовать мощную немецкую крепость Хольберг на берегу Балтийского моря Из-за изрезанного рельефа невозможно общепринятая линейная тактика боя Ее законодатели, кстати сказать, прусаки Хольберг это теперь польский колобжек Город сильно разрушен во Вторую мировую войну Но неизменная пересеченная местность она та же У сохранившейся старой мельницы одна вечная протока Здесь другая, за мостом болото и лес В последнем сражении войны сражения не будет Главное маневр Впервые в истории войн пехота наступает не как положено Не колоннами и не шеренгами, а в рассыпную И здесь, в Кольберге, в стремительных драгунских атаках То тут, то там, добывает свою первую славу Подполковник Александр Суворов Король Фридрих II после падения Кольберга Пруссия лежит в агонии, ожидая последнего обряда В день публикации в Петербурге сообщения о взятии Кольберга Умирает императрица Елизавета Через 10 дней, когда Фридрих уже заготовил отречение от престола Новый русский император Петр III посылает ему свое предложение Союза и вечной дружбы И так-то Россия сражалась более всего за австрийские интересы Но эта неожиданная развязка обессмыслит войну вовсе Самоизвестный приговор этим 20 годам в шутливой истории России Написанный Алексеем Толстым, одним из авторов Козьмы Трудкова «Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядку только нет» После правления Елизаветы Петровны остались непревзойденные дворцы расстрелей 15 тысяч платьев императрицы и пустая казна Смотрите в следующей серии Царствие Екатерины II, часть 1 Великая императрица из городка Цербста Жена сумасброда Петра Федоровича Парады в супружеской спальне Русско-турецкие войны Всесоюзная здравница Крым и мечта восстановить Византию У Суворова все ордена 18 века Фавориты Григорий Орлов, Человек и бриллиант Потемкин, глава администрации Прививки от Оспы и насаждение картошки 30 пьес Екатерины Русский бунт Емельяна Пугачева Российская империя на НТВ Четвертая серия завтра 1 марта в 19.55 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok